Сегодня художник Алексей Булычев уверенно стоит на ногах и на отсутствие заказов не жалуется. Мастерской, кроме разных сувениров, создают портреты первых лиц государства. Но пару лет назад дело даже не было прибыльным, и однажды, чтобы заплатить налог в 200 тысяч, Алексею пришлось продать машину. Новое резкое повышение страховых взносов его вовсе не пугает. Трудности уверен предприниматель. Это как естественный отбор. На нашей мастерской уже 5 лет, мы работаем самостоятельно. И сейчас, я думаю, что это незначительное для нас повышение. Но когда начинали, конечно, это была большая сумма. Вообще, заниматься бизнесом – это дело очень серьезное. Нужно все время учиться, все время двигаться вперед. Сейчас многие мои друзья, знакомые, те, кто про этот налог как бы услышали, они стали закрываться. Я думаю, что это просто неэффективный бизнес, который, ну, может быть, и не стоит тогда заниматься людям этим, которые не могут так реагировать на рынок. Повышение ставки касается предпринимателей, адвокатов и нотариусов, тех, кого называют самозанятым населением. Сумма взноса – почти 35 тысяч рублей в год – не зависит от уровня дохода. И адвокат с частным кабинетом, и предприниматель, и частный парикмахер, и репетитор заплатят с разных доходов одинаковые почти 3 тысячи рублей за один месяц. Новая система ударила прежде всего по начинающему и по сельскому бизнесу, считает наш собеседник из Лимана, владелец фотоателье Роман Коростылев. Быть может, в городах крупных, где обороты побольше, где заработок у индивидуальных предпринимателей еще как-то соответствует прожиточному минимуму, то у нас в поселке на фоне разбитых дорог, сплошной безработицы, низких заработных плат даже в государственных учреждениях, соответственно, доходы индивидуальных предпринимателей там зачастую редко превышают и 5 тысяч рублей в месяц. Соответственно, брать оттуда еще что-то… Отчисления удвоились с начала года, и только за первый месяц это резкое увеличение отбило желание работать на себя у сотен тысяч россиян. В нашей области, по данным региональной налоговой службы, только в январе свое дело закрыли полторы тысячи предпринимателей. Правда, их количество сокращалось и прежде. К тому же причина закрытия инспекторам неизвестна. Если брать конкретно за январь месяц этого года, то в январе подало около полутора тысячи заявлений, что составляет всего лишь 4,5% от состоящих на налоговом учете. Но при этом количество вновь зарегистрированных предприятий у нас остается на уровне прошлого года. Откуда появились новые цифры в системе пенсионного страхования, нам подробно объяснили в Астраханском отделении ПФР. Изменился только расчет. Теперь размер взноса складывается из двух минимальных размеров оплаты труда, а не одного, как раньше. Очень простой расчет. У нас минимальный размер труда, установленный постановлением правительства на 2013 год, 5205 рублей. Умножаем на два, то есть два минимальных размера труда. Умножаем на тариф, установленный федеральным законодательством, 26%, и умножаем на 12 месяцев. Таким образом, вместе с платежами в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а здесь страховые взносы уплачиваются одновременно и в пенсионный фонд, и в медицинский фонд, он составляет 34 600 рублей. Не платить не получится. Только в прошлом году из 34 тысяч астраханских предпринимателей 22 тысячи имели долги по этим взносам. У 11 тысяч – признаки неведения бизнеса. У неплательщиков к долгам добавляется пеня и будет добавляться вплоть до официального закрытия своего дела. Выплаты идут на пенсию по старости или на возможную пенсию по инвалидности и потере кормильца. Однако в пенсионном фонде полагают, что ежегодные 35 тысяч – это в любом случае меньше, чем далекая и небольшая будущая пенсия бизнесмена. Если индивидуальные предприниматели не будут уплачивать на свою пенсию, то тогда что же им социальную назначать? То есть за счет государства? Ну, не совсем логично. Все-таки индивидуальные предприниматели, они приобретают этот статус, осознанно приобретают этот статус, сами принимают такое решение. Таким образом, они в соответствии с законодательством должны не только пользоваться какими-то гарантиями, но и нести какую-то нагрузку. Причем, я говорю, эта нагрузка связана с ними самими же, с их будущим пенсионным обеспечением. Защитник астраханских бизнесменов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, Найля Никитина допускает, что увеличение ставок было необходимой мерой, но считает, что это произошло слишком резко. По мнению правозащитников, в закону можно было найти более эффективную альтернативу. Очень много предпринимательских сообществ поднимали вопросы увеличить налоги на роскошь, увеличить акцизы табак, спиртное и так далее, что позволило пополнить бюджет. Но не на тех, кто сегодня сами поверили, самостоятельно занимаются собственным делом, и в результате им приходится, ну если доходы хорошо, их там 5, 10, 15 тысяч рублей в месяц, представьте себе, что такое отдать из этих доходов. При этом предприниматель несет полную ответственность перед всеми проверяющими органами, несет ответственность перед контролирующими органами, то надо понимать, что у него достаточно большие затраты. Кстати, в должность бизнес-омбудсмен вступила всего 4 месяца назад, и за это время к ней направили более полусотни обращений. Из них 70% по уголовным делам. Коммерсанты в России страдают от коррупции, от давления государства, но постепенно учатся отстаивать свои интересы. В интернете идет спор подписей за пересмотр величины взносов. 72 тысячи предпринимателей уже заявили о нежелании менять свои бизнес-планы. Редактор субтитров А.Семкин